Всем привет, с вами Пух и реплей под номером 37 из списка самых лучших игр за всю историю Warcraft, составленного китайским аналитиком с сайта Replace.net. Игра между Муном и Тедом. Я думаю, любой кто следил или следит за Warcraft, знакомый и с одним и с другим игроком. Многие считают их лучшими за всю историю, по крайней мере в рамках, так сказать, рейтинга собственных рас, что Тед, что Мун революционировали игру за свои любимые расы. Тед сейчас больше занимается комментированием, Мун до сих пор играет, до сих пор в топе, периодами даже номер один, даже в 2020 году. Это игра с ВЦГ 2008 года, которая прошла 12 января. Мы с вами видим игру на карте Террина Стэнд, это четвертьфинальный матч. Видим, как Тед очень рано послал Гулю на Харас, зная, что Мун возможно ставить агрессивный экспант, в смысле барак, прошу прощения. Тем не менее, ему удалось отменить этот барак, Гуля уже принесла очень много ценностей. Мун теряет виспа еще, возможно нервы, возможно он обдумывает следующий ход, потому что хоть и, так сказать, я думаю не первый раз он так теряет барак, все-таки этого по важности, это очень ценный барак, намного более ценный, чем, так сказать, ладерный какой-нибудь и так далее. Поэтому посмотрим, как Мун из этой ситуации выберется. Очень важная игра, Демон Хантер по стандарту, здесь ДК, соответственно Гули. У Теда небольшой соплайблок, естественно пришлось ему чем-то пожертвовать ради такого билда, пожертвован магазином. Демон не остается никаких опций, кроме как бежать на Харас. Тед же, ну такой говорит, окей, я за грейджу не рубку и пойду в ответ тебе отменять виспов, почему нет. На мой взгляд, Мун немного опрометчиво, так сказать, принял решение. Вот такой ряд, так сказать, цепных ошибок, одна за другой, где-то в постановке баракера, в микросвиспом и в десижн-мейкинге. Вот, проскаутил демона, но ничего, я думаю, экстраординарного он не увидел. Интересно, что возьмет Тед, потому что, ну ради одного, может быть двух виспов, койл брать вряд ли стоит того, тем более эльф сейчас сидит до сих пор на тир-1 и сможет легко восстановить продакшн свой. Тед запустил тир, естественно, чуть быстрее, потому что эльфу потерялось какое-то время, чтобы стабилизировать ситуацию. Хочу отметить, что Мун не играет в хантов. Вот он понимает, что будет слишком сильно позади по технологиям, если так сделает. Возможно, будет уязвим гаргам, которых Тед, безусловно, может сыграть, тем более на тире-нас стенде. Очень удобный здесь рельеф для игры в гарг, несмотря на то, что отсутствуют фонтаны. Ну и вообще часто играли в гарг. Прадал телепорт и откупил, соответственно, бутсов спид и просветку. И с гулями идет прессик. 26 лимита на 25, но у Муна лимит намного слабее. То есть у него 2-3 арчи. Конечно, они не стоят против такого количества гулей. Очень много будет зависеть сейчас от контроля. Окружение тут же. И Мун взял свечку. То есть он первый с полом никакой не брал. Очень хороший выбор, на мой взгляд. Ему позволил это отбиться. Так сказать, еще раз провоцировал на то, чтобы он прожал, потратил ману. Теряет первый глю, чуть-то это не доконтролил. И уже не особо хочется окружать такого демона-хантера. Приятно сочетается эмаляция с мантией, которая выпала. Кто-то скажет, о, плохой предмет. Но в этой ситуации это не так. Потому что долгует количество мана. Муну продлил и увеличил эффективность эмаляции. Это очень хорошо вышло. Поругал Муну за decision-making в начале игры. Но вот сейчас очень грамотная ситуация вышла. Потому что этот пуш мог быть нам порядок сильнее с гулями. В итоге этот микро-момент не в контексте микро, а в контексте, так сказать, глобальности. Выиграл эльф. И, соответственно, ситуация потихоньку выравнивается. Как я и говорил на этой карте раньше, по крайней мере, очень часто играли в гарк. Рельеф к этому располагает. И, соответственно, теты выходят в гаргулий. Много с ними, достаточно продолжений. Можно будет выйти в вермов. Если эльф выходит в медведей, можно будет сыграть в две бойни. Если там какие-нибудь маздриады и все такое. Мы с вами увидим. Мун не забыл Хантерс Холл. Ставит лорницы. Но по темпу он действительно проигрывает. Четыре арчи. Этого недостаточно. Протектора нет. И, может быть, и не будет. Хотя Мун увидел здесь гаргулий. Какое у него будет решение. Будет ли он ставить? Ну, по дереву нет. Он решает быстро запустить Тир-3. И отбиваться уже демоном с арбой. То есть, в мидгейме ему будет тяжело. Но если он его переживет достаточно быстро. И с минимальными потерями. То все будет неплохо. Тед пока не строит второго героя. Достаточно стандартный мув. Когда ты играешь с гаргами. Это может означать под пуш с Френзи Тир-3. На 40 лимита одним свитком, например. Либо же выходы в экспант, конечно же. Но посмотрим. Пока что Тед использует время, чтобы подстроить гарг. Чуть дистанционно прокрепится. Все, он успевает. Гулий не тупят. Мультитаскинга хватает. На гарг уже есть один грейд на атаку. Это очень важно. ДК получает второй левел. Эмаляция на первом левеле против гаргулей вообще ничего не делает. Хотя Мун ее прожимает просто для дополнительного урона по ДК. На мой взгляд, игра полностью в руках Андеда. Но расслабляться не стоит. Очень тяжело как-то реализовать. Пока что эльфу. Свою панду она пытается ему как можно быстрее прокрепиться. Но у нее не хватает юнитов, чтобы и защищаться и помогать панде бустить экспириенс. Поэтому, видите, один барак очень медленно, нудно пытается. Тут закрепи очень важная битва за волшебника. Панда юзает дыхание. И достается экспа ей. Веспы гоняет. Посмотрим какие потери по дереву Муна. Ну, не прям чтобы большие, но весомые. То есть, все равно придется подстраивать на тире 3 несколько веспов. Этим Мун и занимается, как только закончился грейд. Сарбой, который Мун тут же купил, станет попроще отбиваться от гарг. Несмотря на то, что у Демона Хантера эмаляция до сих пор, да, только вкачана. Но, тем не менее, ключевой момент это панда 3-й левел. Что делает Тед? Выходит в тир 3. У него 40 лимита. Смотрите, какое решение принял. Он видел, что Мун выходит в тир 3 ценой одной лорницы, да. И решил, что он подмасят гарг на тир 2. И, соответственно, пытается нанести больше урон экономике льфа. Насколько это решение было хорошее, мы увидим. Мне кажется, в этом много смысла. Он не дал панде нормально прокачаться. Он убил Дриаду, несколько виспов, заставил виспов погоняться. Вот это, кстати, нельзя делать, терять гаргу, но Тед ее добивает. Он понимает, что она смертница. И Тед, смотрите, он делает Сакрипайшал Пит и один Слотер Хаус. Продолжает Харас. Видите, как тяжело отбиваться без протектора, но я думаю, что Муну нужно было рискать, поэтому он решил, что он и так сильно позади. Если он еще и протектором замедлит себя, то ему уже будет тяжело камбэкнуться в эту игру. Тем не менее, иллюзия это очень хороший предмет, потому что в связке с Дриадами, Арчами и двумя милишными героями очень непросто крепится. На Теренасе особенно. Жирные достаточно здесь точки, кроме вот этих мелких начальных зеленых. И, соответственно, танкует только панда, она не хочет, как правило, этого делать. Мало ли, там у тебя Крипджек, но тем более воздушные юниты, у которых большой вижен. Соответственно, Коил там где-то издалека полетит. И, соответственно, не хочется подставляться, поэтому иллюзии очень в тему были. Муна грамотно использовал. Сейчас, в 2020-м, больше иллюзий используют для дистрекшенов в битве, то есть на каких-то юнитов, героев жирных. Не знаю. В мое время и, соответственно, в 2008 году, да, это было использовано в основном для разведки, имеется в виду предмет иллюзий. И, соответственно, для того, чтобы крепиться получше, побыстрее где-то, да, с меньшими потерями. Поэтому, быстрее в том плане, что тебе не надо потом возвращаться на базу, где-то лечиться и все такое. То есть, Мун решает подпушить андеда, чувствуя, что может это сделать, но я не уверен насчет этого. Нельзя отдавать ДК, конечно же. Дриада падает по лимитам 45 на 50. Он пытается реализовать свою третью панду. Но, как правило, атаки на базу андеда ничем хорошим не заканчивается. Потерял несколько ряд. Заставил потратиться на хилки. Вот, но, естественно, размен был в пользу андеды, я думаю. И ставит бон ярд, хотя медведи пока что нет. Пока он делает только дриад. Сейвит гулю, молодец. Бусть с адекады 4 левел, ну и можно будет скоро заказать леча. Я думаю, ни о каких тайминговых пушах здесь уже речи не идет. Со стороны андеда. Поэтому, думаю, игра перейдет в стадию макро. Там мы с вами посмотрим, что будет. Карта, думаю, что больше в сторону льфа. Да, вот он в заказе леч. Но, опять же, медведи пока ни одного нет. Думаю, в будущем, с течением времени, должен все-таки льф подстраивать парочку. Потому что герой андед становится сильнее. Хила уже не так много. Дрят, кстати, 0-0 гриды. Выпала флейта. Меткости еще не такая сильная. Но даже по тем меркам все равно сильный предмет. Коил, битую гаргу. Хорошее дыхание, но дрятка здесь не убивает своим ядом, конечно, гаргулю. Став демона заранее. Второго левела. Пытается ему выщелкивать, но не попадает или не получается. Строит экспанд. Прокси. Но Nature's Blessing еще не делает. Восстановит ману одной тележкой. Тед у своего деки. Верма пока нет. Ловит эльф андеда на перетяжке. Одна гарга умирает. Две гарги умирают. И очень неприятная точка здесь. Но ночью вижен ограничен. Поэтому, не знаю, делали эльфы ультравижен. Сейчас панда должна убивать еще одну гаргу. Чуть-чуть. Он с порядком скиллов, наверное, не угадал. Но он, наверное, не знаю. Ну, ему хотелось, так сказать, синицу в руках получить, нежели журавля. Да, в небе. Может быть, думаю, боялся он, что не успеет. Если через пары сначала. Три гарги потерять, конечно, это очень неприятно. На ровном месте. 53. Тед выходит из лимита вермом. Но гарг маловато. Тяжело теперь драться. Сколько свитков? Один свиток всего лишь панда 4-го левела. Сажает гарг. 49 на 47. Но держим в уме 7 лимита андеда, который только в заказе. Но второй демон хантер с эмаляцией, конечно, тоже против героев андеда не стоит. Лич без арбы. Рассыпается здесь андед. На мой взгляд, это череда событий, потеря трех гарг и, так сказать, ненужный крипджек. И вот бросили назад. 35 лимита у него осталось после этой стычки. Хочется вроде крипджекнуть, но... У тебя самый главный твой юнит, он в заказе, поэтому... Не очень мне нравится здесь верм, если честно. Против моздрят. Но Теду виднее, конечно же. Делает тень. Ой-ой-ой, ловит еще. Пытается ему накружить печку, Тед ее блочит. Вирм, но он здесь ничего не делает. Видите, он даже... Потому что он не атакует подрядом. И вынужден он был просто, не знаю, несконтрольным атакануть крипа. Тем самым немного помог эльфу. 50 на 37 лимита. Будет очень тяжело. Экспанд стоит, то есть время работает еще одна хорошая просветка от эльфа. Убивает он тень. Койл нова минус герой. Демон хантер отлетел в момент. Но здесь на ладан дышит ДК и тоже умирает. Панда получает пятый левел. Вирм бьет по арче. Но это на самом деле... В плюс эльфу, потому что арчун будет убивать долго достаточно. А все остальные юниты, в данном случае героя эльфа, будут жить. Поэтому... Ценность фирма здесь очень маленькая. Против такого юнит-микса. Дорядки с грейдами 0-0. На них тоже аура флейта не работает, потому что отошел. Пытается кайтить. Смотрите, под слоу вермом Тед. 40 на 26 лимита. 26. Тут должен умирать и лич, и панда, конечно. Нет. Панда пятого левела умерла. Лич бустнул за третий левел, но Дорядки не отпускает. 21 на 39, но у эльфа стоит экспант. И теперь Дорядки сейчас будут кайтить об омах. С двух сторон должен заходить му. Да, он так и делает. И вот такую игру уже будет тяжело проиграть эльфу. Неплохая такая череда событий, но слишком много потерял эльф. Ой, андетт в мидгейме, прошу прощения. Эльф тоже потерял много, но у него стоит экспант. У него панда пятого левела, который в данной ситуации имеет большую ценность, чем пятый ДК. Даже несмотря на то, что у Демона Хантера не прокачан моноберн. На максимум, да, и слабый Демон Хантер достаточно. Тем не менее. Гриды делает мун поздно, но лучше поздно, чем никогда. Да, 44 лимита восстанавливает пятую спойну панды в таверне. Ради золота просто забирают точку. Почему нет? Эксп уже панда не получит на пятом левеле. 32 лимита. Все-таки поставил две бойни. Тед, да, вот мы с вами говорили о переходах с Мазгарк. На мой взгляд, если бы он сделал этот переход намного раньше, то Андетт бы выиграл. Но кто я, чтобы судить Теда? Я просто анализирую с дивана. Поэтому, на мой взгляд, Вирм здесь не смотрел. Смотря на то, что в 2008 Вирм был очень сильный юнит. Он сейчас сильный, но чуть-чуть поднерфленный. Поэтому, на мой взгляд, ну вот разве что для криппинга, да. Как третий герой. Очень сильный юнит. Очень много урона у него. Вот если бы такой свитч сделал Тед намного раньше, я думаю, что он бы победил. Катапульта добавляет, добавит чуму позже. Ну, по крайней мере, должен. Нет у Андетты такой экономики, чтобы восстановить героев в таверне. Поэтому приходится обоих героев возрождать в алтаре. Для этого требуется много времени. Эльф свободно в это время ходит по карте. И качает своего... Относительно славу для такой стадии. 20 минут практически игры. Демона Хантера. Панда там отпилась в колодцах, восстановилась, купила себе хилл скролл. Ну и, соответственно, демон пока что в соло крепится. Три катапульты. Выходят из лимита тета-бомбами. Понимает, что не может долго сидеть. А вот они, два медведя. Для танкования, для урона, для саппорта своих героев. Четвертый демон Хантер. Еще раз просветил тень. Постоянно просвечивает тень. Эльф убил, по-моему, уже третью тень. У Андетта. Очень грамотно. Андетт, конечно, мог отыграть этот момент лучше с тенью. То есть, как-то ее подаль держать, чтобы... Даже если она будет просвечена, среагировать, увести ее. Очень хрупкая она достаточно. Тем не менее. 66 лимита у Муна. 1-1 грейды. Делается 2-2. Ну, второй на атаку. Сейчас заделается вторая защита. У Теда закончил золото. У него в броднике чуть больше. Да. Золото осталось. Ну, видимо, из-за того, что он там обузил в начале эльфов через рудник. Это нормально. Верму очень сильно замедляет. Но мы видим, как впитал демон Хантер первый проказ. Наложил риджу. И, соответственно, лимиты почти равны. Но здесь любой размен, учитывая экономику эльфа, будет в пользу Муну. Поэтому очень грамотно, повторюсь, впитал демон Хантер урон. Еще у нее есть колба плюс 500. Панда 5-го левела, конечно, не прощает. Очень много урона наносит. Монобер на 13. Медведь один умер, но другого удалось спасти. Умирают катапульты. Остается Вирма. Одна катапульта, два героя. Он дает 35 лимита на 49. Можно передать даже телепорт, если став на кулдауне. Не, ну, он недоконтролил. Отдал. Лича, который сритуалил кого-то. И, соответственно... А, Вирма он, да, видимо, сритуалил. Да, и убил панду. Но это не стоит того. Вирма прикольно сритуалит. Сразу много ман. Ну, понимал, что ему Вирма один против пяти дриад. А героя убить это круто. Тем более неожиданно. Но в любом случае это ошибка Муна. В контроле. Демон Хантер нажимает телепорт. И во время телепорта успевают дриады с настаканным ядом убить еще и последним выстрелом в Деку. Тед пишет ГГ. И ему надерживает победу. Очень интенсивный матч. Ну, на мой взгляд, две ошибки Теда в мидгейме решили. С гаргами, с крипджеком. И немного мне не понравилась его стратегия. С выходом Вирма, мне кажется... Немного некорректный юнит против Моздриад. Но, тем не менее, тут это были свои мысли. В тот момент, может быть, история матчей на него повлиял. Или он неправильно ситуацию оценил. Ну, в общем, что-то его заставило построить Вирма. Вот какая-то идея. Да, но Мун, как всегда... Ну, не как всегда. Как часто это бывает у него после ужасного начала, после тяжелейших раскладов, каких-то ошибок, он делает игру... Ну, в этом случае, наверное, если не золотой, то захватывающий, по крайней мере, как минимум, совершает достаточно тяжелый, на таком уровне, по крайней мере, это точно, тяжелый камбэк. Игра номер 37, с вами был Пух, спасибо большое, всем удачи, хорошего дня.